Травматологический центр Узловской районной больницы. Есть все необходимое для кожной пластики, малоинвазивных операций на костях и суставах и трепанации черепа. В отделении реанимации медики дежурят круглосуточно. Алексею Дюмину рассказывают, во время сложной операции на месте можно получить консультацию специалиста из любой больницы с помощью телемедицинского комплекса. Все тяжелые больные, которые требуют консультации специалистов, областных специалистов, для определения дальнейшей тактики ведения больного, лечения больного, мы консультируем. Но если с оборудованием все в порядке, то кадров не хватает. Нужны терапевты, педиатры, неонатологи, неврологи, анестезиологи, отоларингологи и фельдшеры. Об этом уже на встрече за круглым столом рассказывают узловские врачи. Я работаю практически на три, даже больше, на пять деревень, но практически меня не хватает. Если бы было два врача, то было бы, конечно, легче. По программе «Земский доктор» в населенные пункты Узловского района за три года приехали девять специалистов. Но этого мало. Чтобы заинтересовать молодых врачей, будут строить фельдшерско-акушерские пункты сразу с жилыми помещениями для медперсонала. Всего в регионе, в том числе и в Узловой, их в следующем году появится десять. А действующие ФАПы будут ремонтировать. Министру здравоохранения Тульской области Алексей Дюмин поручает провести анализ, каким из них требуется ремонт в первую очередь. Еще одно поручение – провести мониторинг невостребованных пустующих зданий. Их можно переоборудовать в квартиры для медиков. Так уже сделали в Новомосковске. Действия должна исходить именно с мест, с тех людей, которые возглавляют районы и именно этими вопросами занимаются. Пусть это будет объект из 10 квартир, пусть этот объект будет там из 15 квартир. Не как там 44 квартиры, но это толчок, это определенный стимул, это определенная уверенность в завтрашнем дне. Всего же в планах на 2017 год привлечь в Тульскую область порядка 300 медицинских работников. Любовь Зикункова, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.